Всем привет! Меня зовут Мишель и, наконец-то, я вернулась к вам с самыми свежими новостями. Я знаю, что вы мне постоянно пишите, что новостей стало меньше выходить на моем канале, и я прекрасно это понимаю, но у меня сейчас выходит сериал, и я все свои силы отправляю туда. Буквально вчера вышел трейлер моего нового сериала, который называется «Pove Love Online», поэтому, кто его еще не смотрел, обязательно переходите по ссылке, я ее оставлю здесь, либо просто заходите на мой канал, и вы его там увидите, обязательно посмотрите, и я уверена, что он вам очень понравится. Я также отслеживаю все новости и стараюсь для вас записывать такие видео, потому что я знаю, что они вам нравятся, поэтому, если вы хотите больше новостей, ставьте скорее палец вверх под этим видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего в дальнейшем не пропустить. Я знаю, что я не настолько часто снимаю новости, но я стараюсь все делать максимально информативно для вас, и провела даже расследование, мне очень многие ребята писали в комментариях фейковой информации по поводу темы с расизмом, и я провела полное расследование, и расскажу вам обо всем в следующем видео. А в этом видео я вам расскажу про ситуацию между Чарли и Чейсом, почему многие думают, что они встречаются, встречаются ли Брайс с Эдисон, что со скандалом произошло между Брайсом и участниками Клабхауса, это дом Дейзи, как он заступился за Эдисон и какой комментарий дала Эдисон по поводу отношений с Брайсом. Также самая обсуждаемая новость, которая сейчас крутится в интернете, это скандал между Эдисон и Чарли с Дикси. Что же между ними произошло? В прошлом своем видео я вам рассказала о том, откуда пошли догадки, что Чарли и Чейс снова вместе. Его на видео спалили в таком же интерьере, в таком же доме, с таким же вентилятором, как и у Чарли находится в доме. И поэтому подписчики решили, что ребята снова сошлись. Я объяснила в этом видео, что основываться на такие факты, как вентилятор, не стоит, но дальше события начали развиваться. Чарли вернулась в Хайп Хаус и выложила с Чейсом два совместных видео. Если вы сейчас подумали, что все очень сильно обрадовались и все шиппери просто ликовали, то нет. Я спешу вас разочаровать, потому что на ребят вылился просто огромное количество хейта. Подписчики писали о том, что они не думают о своей аудитории, что они три месяца заставили их переживать за то, что ребята поссорились, за то, что ребята не вместе. Но тут они просто выкладывают видос вместе, как ни в чем не бывало. Также очень многие ребята предположили то, что они могли просто скрывать свои отношения из-за того, что Чейсу недавно исполнилось 18 лет. А я вам рассказывала в своих предыдущих видео, насколько в Лос-Анджелесе и вообще, в принципе, в Америке очень строго в этом плане. То, что 18-летний парень не может встречаться с 16-летней девочкой. Если вам интересно мое мнение, то я скажу, что мне теоретически очень нравится эта пара. Если они будут вместе, то я буду очень рада. Но судить, опять же, по нескольким видео вместе не стоит, потому что ребята сами же говорили нам о том, что они остались очень близкими друзьями. И близкие друзья могут просто записывать тиктоки вместе. Ну и чтобы вам не казалось слишком ванильно, сейчас я вам расскажу про ситуацию, конфликт между Эдисон и Чарли, который прямо сейчас на пике разгара. Могу сказать, что Чарли реагирует довольно спокойно, но ее сестра Дикси, которая была очень близка с Эдисон, отреагировала очень негативно. Все началось с того, что слили переписки и вообще все скриншоты Эдисон еще с 19-го года, пока она не была популярной, у нее даже тогда не было галочки. Где она лайкала комментарии и соглашалась с тем, что Чарли не достойна своей популярности, то, что Эдисон круче, то, что ей должны дать галочку, а не Чарли. И вообще она не заслужила всего, что имеет. Точно так же слили и Нессу Барретт, которая тоже в 19-м году еще не будущий популярный, лайкала комментарии о том, что Чарли не достойна всего, что она имеет, и то, что у нее не должна быть такая популярность. Эдисон отреагировала на это очень большим сообщением с извинениями, которые я вам сейчас переведу. Я хочу поговорить об этом, прежде чем это начнут обсуждать все. Да, я действительно лайкала комментарии по типу «она заслуживает больше хайпа» и «почему Чарли верифицирована, а ты нет». Это было в ноябре. Я ее тогда не знала. Но я только тогда вылезла из очень токсичных и абьюзивных отношений, которые разбили мое сердце. Я очень сильно депрессовала и ненавидела себя. Я думала, что я ничтожество без него после пяти лет отношений. Я искала комплименты от других людей, потому что я не могла любить себя без него. Это так ужасно и отвратительно думать об этом сейчас. Но я знаю то, что я всегда любила и поддерживала Чарли с первого дня нашего знакомства. Чарли заслуживает абсолютно все, что она имеет. Я знаю, что она очень сильно любит свою аудиторию. Я ей уже сказала, что она не обязана меня прощать, но в тот момент своей жизни я очень искала любовь от других людей. Это ужасно и я не хочу, чтобы это звучало как оправдание, потому что это не окей вне зависимости ни от чего. Я очень люблю Чарли и всегда ее буду любить. Она это сообщение удалила, но TikTok Rooms успели это заскринить и выложили к себе. Что я могу сказать? Для меня эта ситуация довольно грустная. И я еще раз убеждаюсь в том, что все люди, которые пишут какой-то негатив, которые выливают в интернет свое недовольство, это люди, которые травмированы чем-то, как и была Эдисон, как она рассказала. Она была в очень плохих отношениях, токсичных. И самое главное, что она осознала это, и изменилась. Ну, а из хороших новостей, Эдисон, точно так же, как и Чарли с Чейсом, начала снова снимать видео с Брайсом. Шиперы просто ликуют. Они безумно рады, что ребята снова вместе, снова снимают контент. И очень надеются на какие-то дальнейшие отношения с их стороны. Я даже нашла видео, где Эдисон подловили на улице папарацци, попросили дать интервью по поводу того, что между тобой и Брайсом происходит. На что она ответила, типа, без комментариев. Но было видно, что она очень засмущалась. Также были маленькие намеки в твитах. Был даже твит с аккаунта Брайса от Эдисон. То есть, тут видно, что у нее есть доступ к его телефону, пароли, что-то такое. И есть какое-то доверие между ними, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Пока что ребята ничего официально не подтвердили. Ну и, конечно же, без тиктоковской драмы мы бы не обошлись в этом видео. Айзек Пресли и Себастьян записали видео на свой канал, рассказывая о том, с кем из девушек популярных тиктокиш, они вот переспали. И у них есть такая рубрика на канале, где они это все обсуждают. В этом видео ребята решили затронуть Эдисон. И оба ответили, что да, они бы с ней переспали. Айзек, кстати, недавно расстался со своей девушкой Кензи, которая дружит с Эдисон. Кензи на это отреагировала, сказав, что это очень неуважительно было по отношению ко всем. И то, что так делать нельзя. И вообще такая рубрика, это унизительно для любой девушки, не говоря уже там о твоих друзьях. Брайс вообще отреагировал максимально жестко, он отписался от Себастьяна, хотя у них общая компания, и они между компаниями все дружили. Он назвал его Микки Маус Бой и сказал, что приедет к Клуб Хаус и набьет им рожей. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И также обязательно не забывайте смотреть трейлер к моему сериалу, который выйдет уже совсем скоро. Сериал про тикток, про жизнь, про разные моменты, и там даже есть отсылка на мистику, поэтому я уверена, что он вам очень понравится. Субтитры сделал DimaTorzok